Всем привет, дорогие друзья, с вами команда Mabets, финальный ролик этого дня с Гроверта Шейера против Джамала Хила. Шикарный поединок, насыщенный интригами, расследованиями, расплетениями, стилистика интересная, бойцы интересные, турниры интересные. Пишите в комментарии, кого будете болеть в этом бою. Если вы не смотрели прошлые их бои, бойцовский клуб. Если хотите разбор остальных боев этого турнира, вам также бойцовский клуб. Либо в Телеграме, либо ВКонтакте, на любой вкус, по ссылке в описании. Значит, Гроверта Шейера, Джамал Хилл, со мной, как всегда, Роман. Ром, привет. Да, всем здрасте, Гроверта Шейера, Джамал Хилл и Роман. Да, все троем. Вот, ну, бой интересный. Представляете, как, просто, вот мне мысль пришла, да, в голову. Представляете, как Гровер просто хитро, по-дедовски, да, обошел Магомеда Анталаева. Просто, говорят, дед, хочешь бой с неудобным соперником? Он говорит, ой, знаете, давайте, пускай лучше он с Блоховичем на ничью подерется, а я потом подерусь за пояс. Ну, в общем, дед всех перехитрил, дед всех переиграл. Осталось самое сложное, выиграть молодого нокаутера Проспекта. Ох, когда только Джамал Хилл пришел в UFC, я сразу начал петь дифирамбо его стойки, что опасная левша, хороший контроль дистанции, хороший панч, он растет в борьбе, неплохо защищается, все. Ну, там, кто-то начал говорить, что хуйня, начал говорить, что да, действительно интересно, кто-то не придал значения. В любом случае, Эммабет снова, да, показали, как будет, да. В любом случае, он дерется за пояс, да. Простите, я вербью, Эммабет снова полили яблочным соком на рты всем хейтерам. Извините. Вот, так или иначе, Джамал Хилл подерется скоро в бою с Гловером Тешери. Это будет жестко, это будет в Бразилии, вот, это будет интересно. В любом случае, да, был огромный урон перенесен Гловером вообще за карьеру, но надо отметить, что вот я пересматривал несколько раз бой его с Пархаской. Пархаска его не смог зацепить ни разу в стойке. Ни разу нормально зацепить не смог. Да, там были попадания, но не было такого, знаешь, чистого попадания, например, по Валкану от Земли. Не было такого, чтобы он прям, вот он баллистическую свою рукоятку взял и бам, садил туда. Не было такого. То есть, да, он попадал, он попадал вскользь, он попадал прямыми, но Гловер, он все время старается так или иначе головой двигать, поворачивать голову, вот такая боксерская манера работы, которая не дает четко по нему приложиться. Плюс. У него, да, он небольшого роста относительно, но он себе это делает в плюс. Вот если вы помните такого боксера Кроки Марчана, он был маленький, но он еще ниже подсаживался, чтобы его было невозможно, сложно зацепить. Гловер примерно делает то же самое. То есть, да, казалось бы, огромная проткаска с огромными руками, он просто по нему не мог попасть. Казалось бы, и апперкоты бей, да, и хуки встречай. Нет, маленький дедушка уходит от всего, и еще свои пальцы заряжает. Очень здоровый, классный бой, если вы не видели. Бойцовский клуб уже устал, язык мозоль натер, а вы еще не зашли. Вот, в общем, заходим кайфунь. При присмотре боя, вот, увидел, насколько Гловер интересно работает. По сути, ничего особенного, но работа выверенная. То есть, он работает, по сути, такой интервальной нагрузкой, да, грубо говоря. Взорвался, подождал, взорвался, подождал. Но это не та история, когда ты понимаешь, как ракет Пеннинг просто разбег берет и идет. Это такая очень боль, да? Нет, тут как бы непонятно, что он сейчас будет делать. То ли проход он будет делать, то ли он сейчас выкинет свой жесточайший хук передний. Да, вот, напоминаю, что, например, Гловер Тешейру он вырубил. Да, и на самом деле, вот, что касается сразу Джамала Хилла, я понимаю, что Джамал Хилла много быстрее, чем Гловер Тешейра, да? И в стоке, в принципе, Тешейре даже играться не стоит, потому что отчасти Джамал Хилл в первых раундах даже опаснее, чем Пархаска, потому что Джамал Хилл может в контратап. Да, он может засадить с левой, может встретить апперкотом. Это будет самое очевидное, что он будет делать, да? Ну и, естественно, передний хук. Естественно, передний хук на любое действие Гловера, абсолютно на любое. Будь то просто идет вперед, будь то нарок в ноги, будь то... Короче, любое действие передний хук. Опасно, бесспорно. Но Гловер Тешейра тоже все это понимает. Плюс родные стены, да? Плюс кардио. У него будет, очевидно, будет плюс кардио. Плюс Джамал Хилл как котенок в грэплинге. Как котенок. Плюс вот я сейчас буквально пересматриваю, поставил бой, пока вот записываем турнир. Поставил, пересматриваю бой Джамал Хилла с Тиаго Сансом. Где я смотрю поединок? Конечно, мы готов в Кубе Димана Финалитика, вот. Мы еще будем стримить на Агрессиву Айву, да? Короче, пересматриваю бой. И вот Тешейра, он, ну вот как вы думаете, лучше в борьбе, чем Тиаго Сантос? Немножко, возможно. Вот. Да. Вот Тиаго Сантос, он просто, вот нагибаясь как с картошкой вниз, делал проходы ноги. Вот просто наклонился и побежал, да? И вот в такой манере у него получалось прижимать Джамала Хилла к сетке. Получалось вытягивать, и еще за весь бой получилось 6 тикдаунов сделать. Ну, как бы некоторые мысли степляют, да? В общем, в любом случае, конечно, Джамал Хилла определенно опасен, да? Он, у него 6 детей, да? Он может армию из 6 детей наклониться на Гловера. Вот. Ну, в общем, у него есть мотивация, да? Каждый день перед ним бегает 6 мотиваций. Вот. Плюс у него есть момент такой, что он жестко бьет, он контр-панчер, он заряженный, молодой человек, да? Ну, надо понимать, что Гловер тоже не выкомшит, да? Короче, кэп равный. И кто на кого будет ставить, можно обосновать легко. Ну, я лично буду топить за Гловера, я больше у него шансов вижу. Я думаю, что в целом, при правильной тактике Гловер может удосрочить его уже в первом раунде. Или создать такой концепт работы, что он будет лучше даже в стойке. Ну, конечно, бой – это такая вещь, когда, ну, может быть вообще по-разному абсолютно. Роман, как ты видишь поедину? Да, знаешь, конечно, здесь у нас действительно такой яркий, молодой. Нокаутер интересный, да, перспективный. Ну, и просто вот красава, да, за которого невозможно не топить. И действительно, если говорить о работе, которую проделывает Гловер в клетке, да, вот с Прохаской мы это видели. Да, то есть, вот он, знаешь, как любит, так сказать, угловые наших бойцов кричать своим бойцам, делай свое, да? Вот Гловер, ему даже кричать не нужно. Он просто весь бой выходит, гнет свое. Не важно, да, там тяжелые панчи летят навстречу, не проходит тейкдаун, да, он и делает, идет и делает свое, да? И как мы видели, да, с Прохаской, черт возьми, этого деда и на 5 раундов хватает делать это, да? И это, ну, это на самом деле, это удивительно, потому что мы смотрим, да, мы смотрим бой, мы видим, что вот прошло там 3-4 минуты первого раунда, мы видим такие, оп, Тейшера устал. Но он устал и в этом темпе еще раунд за раундом, да, идет, идет, идет и переводит, и забирает, да, позиции. Ну, и нужно понимать, он переводит очень хорошо, и если вдруг что-то там немножко где-то соперник замешкался, да, чуть-чуть как-то повернулся не туда, то набрасывается, да, дед, как старый, но еще мощный лев. И, собственно, позицию забирает он очень хорошо. Вот эти моменты, знаешь, когда боец отворачивается и встает вроде как, вот в этих моментах Тейшера позицию очень хорошо забирает. То есть он садится так на бойца, на своего оппонента, что там или он сейчас заберет спину и начнется удушка, да, или он окажется в маунте, то есть оттуда на самом деле встать очень тяжело. Вот, и, ну, это лишь о чем говорит, просто что, ну, он очень опытный боец, он знает, где, где, что сделать, какие-то мелкие, мелкие аспекты. И очень, опять же, вот верный момент ты подметил, я тоже хотел про него сказать, про защиту Тейшеры, да, потому что про Хаска в некоторых местах он его поджимал к сетке и начал, начинал закидывать панчами просто раз, два, три, четыре. Но Тейшеры не потрясался, почему? Да потому что не было плотных, он все время, да, туда-сюда двигается, по нему плотно еще попади, попробуй. И он еще, и помимо этого, еще угрожает переводами, да, что, опять же, дополнительную сложность работы с ним создает. Плюс надо понимать, что Тейшера заряжен максимально, он у себя дома перед своими болельщиками, да, он дико заряжен забрать пояс, потому что и он понимает, и все это знают, что не так и много шансов у него будет, если он проиграет. Скорее всего, больше их и не будет уже. И я вижу, да, по его тренировкам, что он максимально отдается, да, он максимально замотивирован, и вы, в принципе, даже можете видеть, да, как он тренируется, да, своим спарринг-партнером. Говорит, давай, жестче меня бей, да, сильнее, выкладывайся, бей меня. Ну, короче говоря, я думаю, что Гловер, конечно, сильно хорошо готов будет, ну, вот, как бы, насколько это возможно будет, настолько он хорошо готов, и, опять же, да, то, что он дерется дома, это значит, что каких-то перелетов не будет, акклиматизации, там, чего-то такого, да, там, он вот здесь у себя, да, прилетает именно Джамал Хилл к нему. Вот, что касается Джамала Хилла, как я считаю, вот, пересмотрел, да, я его поединки, и я вынужден здесь с тобой согласиться, он поопаснее про Хаски, в первых раундах, по крайней мере. Вот, и действительно, он работает в несколько другой манере, то есть, он далеко не всегда бежит вперед, чтобы срубить, он бывает, идет вперед, да, начинает рубиться, у него есть такое. Но он может, в целом, и стоять, ждать, вытягивать на себя, и контратаки у него очень жесткие, они прям рубящие, да, абсолютно. Вот, и в целом, если он идти сильно бежать не будет, потому что про Хаск, он прям бежал на Тешеру, да, он просто все время, и это в некоторой степени помогало Тешере его все-таки переводить, да. Если Джамал Хилл бежать не будет, то, я думаю, некоторые сложности создаться для Тешеры могут. Хотя все равно, если на него не бежать, он сам будет пытаться делать перевод, и если не рубануть его, то, скорее всего, переводы получаться будут, да, ну, они у него реально хорошие. Вот, ну, и нужно отметить, стойка у него, да, весьма неплохая. Прям вот я смотрю, и я понимаю, что он работает зряч, думающий, да, разными комбинациями. Всегда, даже, когда его засыпают ударами, видно, да, на него смотришь, он не отворачивается, там, не перекрывает себе зрение, он смотрит, да, и прикидывает, куда ему всунуть панч, да, что ему сделать, или проход, может быть, сделать. Ну, это, опять же, это все просто опыт, просто опыт, да, вот такие моменты, вот, ну, а также нужно отметить, что по габаритам Джамал Хилл здоровенный, да, огромный такой, на 12 лет моложе, и если рассматривать коэффициенты, ну, в целом-то понятно, почему он фаворит, да, то есть один, вот сейчас на Пинокли, 1.74 на него, 2.17 на Гловера. Ну, вроде как, типа, на бумаге, как это все читается, что вроде как молодой нокаутер, ну, типа, должен чуть-чуть там пробитого Гловера срубить, да, но, опять же, мы много раз уже видели Гловера Тешеру, и мы знаем, кстати, что если его не срубить одним панчем, он может в одном раунде упасть в нокдаун, во втором раунде упасть в нокдаун, да, ну, как я и сказал в начале, продолжить делать свое. Очень, конечно, сложно с ним, самый лучший способ, это реально срубить его сразу, да, чтобы не пришлось добивать, вот, вот, и я вижу, опять же, что Джамал Хилл максимально там тренирует партер, да, выкладывает видосы, где они ролятся, он тренирует защиту от тейкдаунов, но я не верю, что она улучшится. Вот, вот, мне трудно в это поверить, да, потому что его переводят, это можно, да, он неплохо встает, но, опять же, встает против кого? Вот, против этого Стошича, да, он что-то, какой-то джитсер-грэпплер, борец, что против него опасно вставать, или Сантос, против Сантоса встает, отворачивается спиной, ну, типа, это безопасные мовы, да, в случае с этими бойцами, вот, но провернуть такое с дедом, я думаю, будет немножко сложно, да, и с другой оперы. Ну, вот, ну, в любом случае, я думаю, вы поняли, к чему я веду, мне за 1,74 Хилл вообще не нравится, проиграть он может очень даже, и Тейшера абсолютно импонирует, да, как боец, как человек, как волевой красава, очень хочется за него поболеть, тем более, что он идет андердогом. Будет замечательная, красивая история, если у него все получится, и, опять же, никто не может сказать, да, что он не заслуживает, потому что, вот, кстати, знаешь, он интересный момент сказал в интервью, да, что вот дрались парни за пояс, да, вот, он говорит, я посмотрел их бой, я, говорит, не увидел, что они хотят пояс, потому что они не шли за финишем. И я считаю, ну, это максимально правильно, вот шутки шутками, да, это не то, что там дед на себя пуха накидывает, он-то реально всегда за финишем идет, он реально всегда старается, да, что-то зрелищно закончить, удосрочить, и я думаю, что он, конечно, максимально заслуживает это. Ну, Хилл такой парень, когда один удар может все перечеркнуть, тоже имеем в виду, я здесь за Тейшеру хочу поболеть. Да, вы пишите сравнение в комментариях, оцениваем ролик, переходим на YouTube, смотрим остальные, и не забываем про все наши ссылочки и так далее. Всех благословляю на выходные, вот, и всем пока.